Гражданам и индивидуальным предпринимателям смогут списать задолженности по налогам и взносам. Закон об этом окончательно приняла Государственная Дума Российской Федерации. Это главные новости. В студии Равиль Сайганов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 5 11 99 66. Также у нас есть бесплатный номер для регионов. В нашей группе ВКонтакте мы запустили голосование, так что захотите, голосуйте и добро пожаловать к нам в прямой эфир. Итак, на тему налоговой амнистии мы будем говорить сегодня с нашим гостем. Это Марат Софиуллин, директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук Республики Татарстан, проректор КФО. Здравствуйте. День добрый. Ну вот напомню, что поручение провести налоговую амнистию для граждан и предпринимателя прозвучало на ежегодной пресс-конференции, которую проводил Владимир Путин 14 декабря. Еще глава государства предложил освободить от выплат россиян, которые накопили налоговую задолженность в силу несовершенства налоговой системы. Вот до эфира мы с вами уже выяснили, что оказывается там огромный список этих людей, которые подлежат этой амнистии. Если будем углубляться, я так понимаю, у нас времени эфирного этого не хватит. Единственное, наверное, надо сказать, что те люди, которые попадают под эту амнистию, наверное, им заранее уже должно, по идее, налоговое сообщить об этом, да? Уведомить как-то. Да, большое спасибо, что пригласили. Действительно, это очень актуальная тема, и она практически, в соответствии с реалиями, касается каждого третьего. То есть вот под эти нормативно-правовые акты подпадает практически 41 миллион россиян, то есть и цена вопроса, это порядка, все, что касается физических лиц, это порядка 42 миллиардов рублей. Это только физических лиц? Только физических лиц. И по оценкам, это может касаться индивидуальных частных предпринимателей порядка 2 миллионов 900 тысяч, это тоже очень приличная сумма, а там сумма, вот скажем, налогов, пений и штрафов, которые возникли из-за несовершенства законодательства, там порядка 15 миллиардов. То есть по большому счету списание происходит, и возможно списание на миллиард долларов, то есть это приличная вещь. Здесь две вещи. То есть вот самое главное, то есть всех это что пугает, как будет это происходить, поскольку по большому счету у каждого отдельная история, как это получилось. И поэтому здесь очень трудно сказать, как в конкретном случае будет решаться. Но поскольку президент дал поручение, чтобы как можно больше сократить время для того, чтобы люди воспользовались этой льготой, скорее всего, то есть это будет уведомительный порядок. То есть вот когда накапливаются какие-то неоплаченные налоги или штрафы, или пени по ним, налоговая она высылает это уведомление. То есть и мы рассчитываем, что и в этом случае вопросы списания вот этих налогов, они будут в такой же форме. То есть если все будет правильно, так как должно быть, по идее люди сейчас не должны бежать в налоговую, стоять в очередях, выяснять что да как да. Совершенно верно. Но здесь вот я еще раз хочу сказать, что это касается большого количества людей, поэтому здесь очень опасно спровоцировать какой-то ажиотаж. И второй момент. Закон принят, но налоговая служба это же исполнитель. То есть оно должно получить необходимые инструктивные методические рекомендации. Я не сомневаюсь, что уже на этой неделе они выйдут и будут размещены. И руководители федеральных органов, и Татарстанской дадут развернутое интервью по этому вопросу. Но в любом случае, то есть это все кто под какие категории граждан попадает, под какие амнистии, это в любом случае в ближайшее время должно быть. Совершенно верно. И не только. Я думаю, что они получат соответствующее уведомление. То есть я объясню, здесь очень противоречивая вещь. То есть есть одни люди, кто, скажем, радуются. Это те, кому это возможно списать эти налоги. Но, конечно, те, кто добросовестно платил налоги и экономил на чем-то, они попали в некоторое неравное положение. Но надо понимать, что здесь, если взять структуру этих миллиардов, то нетрудно убедиться, что это маленькие весьма налоги. Их очень сложно администрировать. И иногда судебные издержки и издержки по налоговому администрированию, они существенно превышают сами эти налоги. То есть вот этот вопрос. И второй момент, что почему все-таки целесообразно это сделать, они в каждой экономической системе накапливаются такие вот налоги. Что такое налоговое несовершенство? Потому что это несовершенство законодательства вызвано тем, что иногда еще человек не начал вести свою предпринимательскую деятельность, а уже из-за особенностей и той предпринимательской ниши, которую он взял, существует уже постоянный налог на этот вид деятельности. То есть ты работать еще не начал, но уже должен это что-то заплатить. Следующие моменты возникают, например, что-то ты планировал делать, а что-то открыл счета, открыл компанию, но не получилось все так. И теперь для того, чтобы это закрыть, это завершить или как-то реструктурировать, требуются какие-то дополнительные расходы. Это тоже вот подпадает под эти категории. И по большому счету еще есть третий аспект, то есть это ведь те налоги, которые образовались до 2015 года, это означает, что у государства фактически есть две альтернативы. Или с 2018 года масштабно судиться, я уже говорил, и в этом случае это помимо соответствующего плохого резонанса ведут несовершенствование налоговой системы, это еще приведет к значительным увеличениям расходов бюджета на обслуживание этих налогов. А с другой стороны, это позволит очиститься тем же и физическим лицам, но в первую очередь предпринимателям, да, высводятся небольшие налоги. И с другой стороны, вы знаете, я очень рассчитываю, что это первый шаг. То есть все отмечают, все эксперты, что постановка вопросов очень важна. То есть сейчас мы уже достаточно долгое время работали в стабильной системе, и видны, вот скажем, пробелы. Они касаются в первую очередь того, что она носит уравнительный характер, не учитывается неравенство в доходах, адресная, то есть не имеет адресного характера некоторые виды налогов. И для того, чтобы не образовывались подобные проблемы, в принципе, пришло время задуматься и, может быть, провести настройку этой системы. И все очень удачно совпало, и начало нового года, начало новой предвыборной кампании, и поэтому я очень рассчитываю. Хотя сам же президент сказал, что до конца 2018 года ничего не произойдет, что все равно видно, что эта проблема, она выходит на серьезный план, и правительство, по крайней мере, на перспективу готово этим заниматься. Вот вы говорите, что должен быть, по идее, более индивидуальный подход. Совершенно верно. С другой стороны, на ваш взгляд, вот этот индивидуальный подход, он не приведет ли к каким-то злоупотреблением со стороны налоговой? Супер вопрос, супер вопрос. Я объясню, что это, то есть индивидуальный, он имеется в виду с точки зрения формирования дохода. Что это такое? То есть вот большинство стран, они также столкнулись с этой проблемой. И поэтому они стараются не обкладывать те виды деятельности, которые на грани, ну скажем, минимальной заработной платы. То есть те виды деятельности, которые люди только... Ну или это обычно возникает на этапе, когда бизнес только становится. То есть сразу не сыпется ни золотые горы, контракты, выручка не растет, чистые доходы. Только задача как-то вот окупить текущие затраты. И вот на этот период, в том случае, если включается солидарная или равномерная налоговая система, она достаточно, как мягко сказать, подавляет деловую активность. Поэтому если на этих периодах или на те виды деятельности, которые, ну вот, например, розничная торговля на улице, то есть там трудно сколотить какие-то серьезные доходы, но в то же время это для государства выгодно. То есть человек чем-то занят, он сам формирует свой доход, реализует какие-то вот свои проекты. И такие виды деятельности, мне кажется, что они вполне могли бы быть поддержаны государством. Ну вот если вернуться к вопросу по поводу справедливости, на ваш взгляд, вот эта амнистия налоговая, она не приведет ли к формированию мнения людей, что, ну, можно, допустим, три года где-нибудь так перекантоваться, побегать от налоговой и так далее, потом, дай бог, может быть, все-таки опять спишут? Мне кажется, что вот самое главное это честность. То есть и то, что государство признало, что есть некоторое несовершенство, и оно готово внести поправки, это хороший акт. Да, кто-то пострадал, кто честно платит налоги, то есть было бы честно вернуть еще то, что те добросовестные налогоплательщики заплатили по аналогичным ситуациям. Вот в этом случае я бы сказал, что да, система, она работает безотказно. Но если взять ту же пропорцию, о которой говорил, то в этом случае дополнительно перераспределена уже из бюджета или осуществлены какие-то льготы тоже где-то порядка на 80 миллиардов, что я думаю, на это федеральный бюджет никуда не пойдет. Вот мы опять-таки говорили, да, общих суммах, которые, по сути дела, недополучат бюджет страны. Правильно я говорю? Нет, 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 я повторюсь еще раз, его бы и так не получили. В любом случае, то есть на эти деньги уже давно махнули рукой. Совершенно верно. И более того, если бы запустить принудительный порядок их взыскания, потрачено было бы денег как минимум вдвое или втрое больше, чем сама сумма этой задолженности. Мы говорили же, почему ГИБДД сейчас не высылает штрафы на 100 рублей, именно из-за того, что обслуживать эту массу штрафов очень сложно. И возникает парадокс, когда мы вынуждены содержать только штат людей для того, чтобы собирать это 100 рублей. Тоже так же задача налоговой системы именно не ради работы, а для того, чтобы корректировать, регулировать, с одной стороны, а с другой стороны, перераспределять ресурсы для реализации государственных программ. Немножко затронули как раз тему по поводу несовершенствования налоговой системы. На ваш взгляд, что еще? Насколько вообще она несовершенна у нас? Вы знаете, всегда налоги никому не нравятся. Это нормально. Но вопрос состоит в том, что у каждого свой критерий справедливости. В нашем случае, что я хотел сказать справедливым. В Татарстане, когда настраивали нашу систему поддержки граждан, то в этом плане учитывалось тот доход, который имеет каждая семья. Исходя из этого, выстраивалась система социальной поддержки. В уравнительном получается и богатый получает льготу, и человек с низкими доходами. На мой взгляд, налоговая система должна также сфокусироваться на тех, кто имеет большие доходы в пользу тех, кто сводит с трудом концы и с конца. По поводу налоговой системы несовершенствования уже давно шла речь о том, что поговорили, что вроде как стоит бы отменить, к примеру, транспортный налог. А включить его в стоимость бензина, на акции, как мне кажется, страны, человек непрофессионал, довольно справедливая штука. Чем больше ты ездишь на автомобиле, чем больше покупаешь бензин, тем, соответственно, больше денег идет государство. Или я неправильно мыслю? Я хочу сказать, вы знаете, сколько людей, столько есть и концепции налоговой системы. Есть вообще концепции, которые говорят, можно никого не обкладывать, вот есть имущество, и давайте будем обкладывать имущество. То есть это реальный актив, всегда кто-то им владеет, поэтому это позволит и эффективность поднять, и освободить социально незащищенных, которые имуществом не владеют. Понимаете, здесь я еще раз говорю. И для того, чтобы посмотреть, насколько резон ваш аргумент, надо посчитать. Если сумма такая же, и это будет удобнее, пожалуйста, то здесь нет никаких ограничений. Единственное, что самое главное для налоговой системы, если мы постоянно меняем правила, она и без того достаточно сложная. То есть какое-то время придется на настройку, и опять же, из-за изменения подходов появится категория добросовестных людей, которые не так поняли, неправильно уплатили налоги, и поэтому на них появились штрафы. Ну вот, скажем, некоторые такие издержки развития налоговой системы. Ну вот по поводу как раз вот этих издержек, то, что касается индивидуальных предпринимателей, как вы уже говорили, что иногда эта вся система, она давляет над предпринимателем. И не только она построена таким образом, что ты платишь налог даже в том случае, когда у тебя нет деятельности, нет никаких доходов и нет никакой выручки. И вот в таких случаях именно на это было нацелено, то есть сделать так, чтобы платить с реальной деятельности. А в том случае, если у тебя не получилось, или ожидания там не сложные, или много жизненных ситуаций, в том случае, если у тебя нет никакой активности, чтобы и не было налогов. Это совершенно справедливо. Ну вот в конце года все-таки принято подводить итоги. Вот у вас хотелось узнать, каким, на ваш взгляд, оказался этот год для экономики Торстана? Может были ли какие-то прорывы, какие-то провалы, наоборот? Ну, хочу сказать, что все-таки в конце года хочется что-то хорошее сказать. На самом деле, если мы посмотрим макроэкономику, мы потихонечку начали выходить из кризиса. Но, к сожалению, не все... То есть, о чем это говорит? Это говорят объемы промышленного производства, те же самые налоговые поступления, которые достаточно устойчивы, налоги с физических лиц. Но, если посмотреть, почему не ощущает это население, заработная плата, и в первую очередь реальная, она, к сожалению, не имеет такую хорошую динамику, как темпы экономического роста. То есть, в первую очередь, все-таки надо смотреть на зарплату? Ну, это нормально. Нет, я хочу... Это смотря кто. То есть, зарплаты, они растут потом. Сначала идет общий экономический, сначала промышленный, экономический рост, финансовый рост, а потом еще идет этот рост заработной платы. Поэтому я хочу сказать, что, в принципе, перспектива 2018 года, она хорошая. Что немножко смущает. Я хочу сказать, что мы опять начали наступать на грабли нашего особого валютного регулирования. Вы же помните, то есть, вот, вы тоже, когда говорили, мы обсуждали кризис 2014 года, когда искусственно сдерживалось из-за нефтедолларов курс рубля по отношению доллара. И сейчас, за счет валютных, ну, скажем, макроэкономической политики, идет некоторое сдерживание. Да, это позволяет создать такую иллюзию некоторой социальной стабильности. Но это ведет к тому, что те накопления, которые есть у страны, у Центробанка, они расходуются очень сильно. То есть, вот самая большая угроза, с моей точки зрения, вот эта. Если, ну, скажем, революционной цены не произойдет изменение на углеводороды, на нефть в первую очередь, соответственно, на производные, то в конце 2018 года могут возникнуть некоторые сложности с формированием федерального бюджета и обеспечением его расходов, и, соответственно, поддержанием устойчивости рубля. А в остальном, хочу сказать, что перспектива, если все остальное будет стабильным, мы потихонечку-потихонечку будем выходить из кризиса. И, надеюсь, уже, вот если макроэкономика российская будет стабильной, уже в первом полугодии все это ощутят. Тем более, март, вы же знаете, это выборная вещь. Я думаю, что государство сделает все, чтобы свои вот маленькие шероховатости, проблемы закрыть перед такими событиями. Самое главное, я так понимаю, чтобы не было каких-то дополнительных санкций со стороны Запада. Или же мы уже привыкли к всевозможным ограничениям? Вы знаете, по большому счету, если сбалансированная внутренняя экономика, то санкции это даже плюс. Вы знаете, вот когда у нас скакнул курс, когда появились санкции, ряд видов деятельности, который казался нам очень убыточным, то же самое сельское хозяйство и внутренние наши ремесла, внутренняя промышленность, они получили второе дыхание, и они начали очень динамично развиваться. Поэтому, смотря на что посмотреть, то есть санкции, они стимулируют это импортозамещение. Самое главное, я еще раз говорю, очень важно контролировать нашу валютную политику. Ну, давайте вернемся к нашему голосованию. В нашей группе ВКонтакте мы задали вопрос нашим телезрителям. У вас есть ли долги по налогам? И, знаете, большинство, 74% ответили, что нет, я стараюсь вовремя оплачивать все свои счета. У нас все-таки порядочные? Нет, у нас очень порядочные. И более того, то есть вот Татарстан, его всегда ставят пример, по налоговому администрированию. Это означает, что при прочих равных условиях у нас люди более ответственно относятся к этому вопросу. Но и надо сказать, и Рустам Нургалевич, вот он каждый месяц или каждый квартал проводит совещание финансовых органов и активно смотрит за деятельностью ключевых предприятий с точки зрения их финансовых результатов и налогов и очень оперативно принимает решения, то есть связаны ли их проблемы с макроэкономикой или с действием, или бездействием республиканских властей, и что им нужно сделать для того, чтобы помочь этим предприятиям динамично развиваться, потому что он понимает, что это тут же сказывается на пополнении наших финансовых авуаров. То есть заподозрить наших зрителей в лукавстве точно не стоит? Нет, но я хочу сказать единственное, то есть вот что меня беспокоит фактически, вот поскольку здесь закрывают должников, получается, что 74% условно пострадавших по этому вопросу. Я напоминаю, что в гостях в студии у нас был Марат Софиолин, директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук Республики Торстан, проректор КФУ. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Это были главные новости. В студии работал Равиль Сайганов. Всего вам самого доброго.